Да что ж так не везет-то с утра? Зашел на фейсбук и тут же натолкнулся на рекомендации клуба миллионеров. Хочу предостеречь всех от вступления в этот клуб, и также, чтобы над вами не смеялись, и чтобы вы не пошли на курсы к этим бизнес-тренерам. Не научат они хорошему. Итак, для того, чтобы быть миллионером, нужно тупо иметь миллион на счету. Миллион – это, блин, вот столько. И причем не тубриков, не каких-то рублей, а именно евро или хотя бы долларов. Вот это называется миллионер. Я когда посмотрел, кто в этом клубе миллионеров, на самом деле миллионеров там просто нет. Там, ну, единственный бизнесмен, по-моему, Анатолий, он это организовал. Возможно, что-то у него болтается, но я еще раз говорю, что миллион должен быть на личном счету. Раз, или хотя бы миллион, ну, точнее, два миллиона. Я считаю, в недвижимости миллионер должен иметь два миллиона, потому что бывают моменты в бизнесе, когда деньги нужны вчера. И чтобы быстро продать любую недвижимость, нужно сделать серьезную скидку. Получается, если вам срочно нужен миллион, вы продали недвижимость за 50%, то есть изначально должно быть два миллиона. Дальше. И тут же, конечно, меня огорошил такой бизнес-тренер в клубе миллионеров Игорь Лейченок. У него фирма, там, я дал контакт, все ссылки в описании. Игорь, ты проводишь бизнес-тренинг, который называется «Получи по лицу, стань миллионером». То есть ты утверждаешь, что ты можешь считать по лицу. Я утверждаю, что это обман, потому что сам ты миллионером не стал. Твоя фирма, ну прости, пожалуйста, но она нищая. У тебя в фирме один сотрудник и 300 евро уплаченные налоги. И также не поданы отчеты. Фирма отмечена желтым в регистре. Следовательно, что-то у тебя там совсем не пахнет миллионом. Не обманут ничего. Я посмотрел отчеты. Это фиаско. Так что я не верю, что ты можешь читать по лицу. Ты можешь только с дурачков собирать деньги, которых ты якобы научишь читать по лицу. Была у меня в 90-х годах продавщица Светлана, сходила на твой тренинг. И, блин, вот у нее началась, поехала крыша. Она, клиент подходит, она, вы жертва. У вас подбородок жертвы. Клиент уходит. Испортил хорошего продавщицу. Никто и никогда не может читать по лицу. Это может быть считывать эмоции, но это любой человек умеет. Так что ни в коем случае тренинг «Получи по лицу, стань миллионером» не является правдой. Это фейк. Следующий. Там же, тут же покопался, крутится Виктория Анушкина. То же самое, посмотрите ее шикарные результаты, ее фирмы. Она работала когда-то в банке, и тут проснулась в ней, я же мать, я же могу учить. Был у нее такой тренинг, там, поколение XY, такая. Ну, короче. Виктория, если нет миллиона на счету, если не заработала твоя фирма, ни о каком бизнес-тренинге не может быть и речи. Это выкинутые деньги, если сходить к тебе. Бесплатно пообщаться, пожалуйста. Дальше. Александр Чернецкий с улицы «Химия». Значит, какой бы галстук, какой бы костюм не одел человек, бизнес расставляет все по местам. Оборот фирмы и миллион на счету делают человеку, дают человеку разрешение преподавать на этих бизнес-тренингах. Следующий, ну, конечно же, конечно же, и, конечно же, Марк Бобчинский. Он опять пытается провести какой-то бизнес-тренинг. Ребята, ну не ходите. Ты, Маркуша, проведи сначала бизнес-тренинг, который будет называться «Я отдам алименты своей жене». Ты должник, я специально зашел, проверил, ты до сих пор должник по алиментам. Какой бизнес-тренинг ты можешь дать? У тебя все фирмы прогорели. Следующая, Ольга Кулик и последняя. «Бизнес-технологис», которая рассылала все мерзкие письма клиентов, «Хамила» и был репортаж. Ссылка в описании. То же самое. Абсолютно беспомощная фирма до сих пор высылает мне по старой памяти. Сергей, а не хотите быть бизнес-тренером, провести бизнес-курсы? До свидания. Ольга, если ты считаешь себя бизнесменом, ну проведи сама этот. Ну, это же невозможно, потому что, если заглянуть, ссылка в описании, наоборот, фирмы, это смешно. Я не говорю, что я миллионер, я просто работаю, да, но я просто, когда вас всех, ребята, обманывают и заманивают на какие-то бизнес-тренинги или там еще хотят даже за это деньги, мне смешно, проверяйте своих бизнес-тренеров в Эстонии, чтобы проверить, посмотрите, вот это очень хороший портал, смотрите, нищеброд, не ходите вы к нищебродам на бизнес-тренинги. Это мое личное мнение. Я считаю, что бизнес ставит на место, если есть оборот, есть много денег, тогда ты получаешь право преподавать и учить бизнесу, остальное зеро. Потому что для того, чтобы вступить в клуб миллионеров, запаситесь памятка. Миллион евро на счет, и тогда ты миллионер. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok